Ну что, привет интернет! У нас сегодня сплошные у нас последние выпуски Человеки и пароходы В 1998 году Я был бедным сценаристом И пришел в такую компанию Батлер Спорт называлась А Витя уже тогда Рулил деньгами Самого крутого тогда провайдера По спортивному оборудованию И я тогда смотрел Думаю Слушай, ну откуда он это все знает Что он рассказывает Короче, сегодня у нас Очень интересный человек Витя, привет! Первый вопрос Сразу с места в карьер Ты сейчас чем занимаешься? Давай вот отсюда начнем Я знаю, но вот Давай будем выяснять Ну, привет, Слав Во-первых, спасибо, что позвал На самом деле Третий раз Мы наконец с тобой встретились Да, у нас по принципу Третий раз Все нормально Что ты во имя отца, сына и святого Я помню тебя в 1998 году Это была действительно интересная история Она, кстати, изложена в моем романе Медиагрех Там целая глава этому посвящена Вот что важно Елисеев посвятил мне целую главу своей книги Не, почитайте, ребята Потому что чувак, который приходит с улицы Предлагает поставить колокольни На всех перекрестках Алматы Это абсолютный индивидуум В маркетинговом рекламном сознании Я тогда хомингуэя начитался И я помню вот это, да По ком звонил колокол Звонит колокол Колокол звонит по тебе А это даже сейчас Вот смотри Это вот настолько энергетические Такие какие-то слова Ничего не изменилось Через 15 лет уже вдохновение пришло Это работает На самом деле, да Слушай, по поводу чем занимаюсь Вопрос часто задают Ну, я, естественно, занимаюсь бизнесом Отвечаю за развитие актива Коммуникационных агентств в Казахстане Посвящаю собственную жизнь Свои ресурсы Личное время изучению рынка медиа Ну, пытаюсь как-то определять тренды Последнее время вот Деятельность связана с каким-то Футурологическим направлением То есть мы заглядываем в будущее Пытаемся понять, что происходит Ой, как хорошо Слушай, это я в кассу в кассу зашел Слушай, так что у нас по поводу будущего Давай чуть-чуть С чем тут настроение сразу? Не-не, спокойно Так хорошо начать Давай твою картинку Вообще вот сейчас рекламного рынка Да, то есть вот на минуточку Если вдруг кто не понимает Витя уже, там, я не знаю Последних 10 лет Тратит, ну, в общем-то, наверное Одни из самых больших бюджетов в стране Да, то есть их кому попало не дают Это 100% критерий профессионализма Да, даже вот в нашем странном отечестве Большие бюджеты кому попало не дадут Вот, то есть чего у нас сейчас Вот давай вот про рекламный рынок То есть твой вот какой-то средств Таких, как ты, надо слушать Ну что, рекламный рынок находится В зоне стагнации и небольшого падения Так В этом году мы видим небольшой минус Этот минус будет варьироваться Вот, на наш взгляд, от 7 до 10% В зависимости от поведения клиентов За что люблю Витюб Это же надо так изящное жопа слово описывать Я же интеллигентный человек, иногда писатель Поэтому позволь миссию тебе Давай, давай, давай Что касается будущего Ну, очевидно, несколько трендов Во-первых, агентства станут зарабатывать меньше Как и средства массовой информации, телеканалы, издания К этому надо быть готовым И, как сейчас принято говорить Затянуть пояса на ближайшие пару лет Во-вторых, рекламодатели и агентства Становятся более профессиональными в подходах Потому что раньше достаточно ленивая, на мой взгляд, деятельность В планировании рекламных компаний Привела к примитивизму рынка медиа и рекламы Казахстана Сейчас нужно включать голову Думать насчет интегрированных компаний Как объединить охваты в интернете с телевидением В общем, креативити в сфере коммуникации И, на самом деле, это здорово Потому что это приведет к усилению экспертизы рынка К формированию профессионалов на рынке Я, знаешь, вот, Алла Верды Вот продолжение твоей, то, что ты сейчас говоришь Вот, если я не ошибаюсь, камикадзе переводится Как очищающий ветер Вот, и вот сейчас, знаешь, у меня такое чувство Что вот по рынку И вообще вот в целом Это даже не просто там по рекламе А вообще вот по коммерции, по менеджменту Сейчас вот такой порыв такой Налетел ветер к камикадзе Вот он сейчас будет очищать Вот эту блатоту будут выметать, понимаешь Потому что, ну, сейчас конкретно нужен KPI То есть, no money, no funny, все То есть, блатная вот эта вот, как это Тучечные годы закончились Ну да, ну, то есть, еще одно слово там Харакири, да, которое не хотелось бы Синхронизировать с будущим нашего рынка На самом деле, в принципе, все предсказуемо Кризис это лишь часть синусоиды В жизни людей, в экономике К этому надо относиться философски По-японски с философией, да, подходить Поэтому время, когда действительно Непрофессионалы будут уходить с рынка Время усиления крупнейших игроков И время закаливания собственной экспертизы Я бы посоветовал всем, кто в этом рынке работает На период, так называемых, изменений, трансформации Уделить время обучению, образованию Потому что сейчас есть чему учиться Есть у кого учиться, да И однозначно знания нашему рынку нужны Как никогда для того, чтобы Вносить какую-то новизну, наконец, в это болото Ну, вот смотри Агилове в своей вот этой Моей любимой книге Очень люблю его, вот эту книгу о рекламе Да, он написал, что молодому рекламщику Ему неплохо было бы Поработать вот в разных, как бы Таких ипостасях, да Как говорят, по одну сторону стола, по другую сторону стола Очень он советовал всегда компании такие По типу проктора, да С классической, да, такой структурой Такие полностью с процедурами прописанными Также он говорил, что вот эти маленькие, да Такие небольшие креативные студии Они тоже очень полезны для развития Неплохо бы пройти цепочку большого Какого-то сетевого рекламного агентства Да, ты вот возглавляешь, насколько я знаю Большое, да, какое-то сетевое импортное, да, такое агентство Так, ну вот ты скажи сейчас молодому человеку Который хочет вот попасть в рекламу То есть ему сейчас что делать Вот он закончил там наш, я не знаю, скорее всего Какой-нибудь говномаркетинговый институт Да, потому что, ну я не знаю Хорошие у нас институты по рекламе и маркетингу Их нет на самом деле Ну вот, значит, я все правильно сказал Вот, и вот он пришел Что ему дальше делать? Вот от корифеев давай Ну слушай, я бы порекомендовал молодежи Убиться, а в степени нет? Во-первых, обратить внимание на два предмета То есть это математика, английский Это те действительно специальности, которые будут востребованы Не только в коммуникационном и маркетинговом бизнесе Но и в ряде других Если размышлять на тему, с чего начать То я бы порекомендовал попробовать устроиться в международные большие компании Все-таки вот та же агентская схема Отличная кузница кадров в Казахстане сегодня Это компании из BigFord То есть это компании с хорошим махровым таким сетевым опытом Которые позволяют молодому специалисту структурировать мысли в голове Систематизировать их Но уже дальше проявлять там какие-то креативные амбиции Либо управленческие На любом практически поле профессиональном Но пройти школу там 2-3 лет Неважно кем по большому счету Совсем для неграмотных назови BigFord состав Ну там есть большие компании Ангсиангт, Делойт Их много на самом деле То есть компании, которые Pricewaterhouse Куда сосредотачивают усилия Лучшие специалисты с точки зрения менеджмента После вот этой системной адаптации К формату международного бизнеса Можно шалить, хулиганить в частном бизнесе Либо там расти уже в каком-то большом понятном международном холдинге Но вот это крещение В первую очередь головного мозга Нужно пройти И на это абсолютно посвятить На мой взгляд Как минимум пару лет Супер Что с интернетом? Это странное Я у всех спрашиваю Потому что я хочу собрать Какой-то некий такой Собирательный Честно сказать Хотелось бы откровения То есть оно все не приходит Но видимо знаешь как еще время там разбрасывать камни Собирать Оно еще наверное не пришло Просто рано да Чуть-чуть Но Тем не менее Вот как ты видишь Интернет, сеть Вообще Что сейчас происходит Вот твоя картинка тоже Вот очень интересно Интернет растет Не так как хотелось агрессивно Он растет очень Медленно Инкрементально Но при этом Мы чувствуем позитивную динамику Это на сегодняшний день Самое быстрорастующее медиа в Казахстане Это первое Второе В интернете происходит изменение парадигмы продажи рекламы Если раньше Вот как он это говорит Вот понимаете Вот Елисеев Нет Я же иногда и тренинг читал Нет Я тогда в 98 году Чувствовал себя таким же дебилом Понимаешь Прошло 15 лет Ну прекращай С твоим курсоснаречию Я могу сейчас Неферам успеть С парадигмом Как там вот было Витя Ну не суть Я вот хочу ребенка Суть в другом Смотри Что было раньше Давай я простыми словами Не надо с чего убедять Продавали через инструменты контекстной рекламы Продавали через дисплейную Медийную рекламу Сейчас Баннерат убежит Да То есть обычный баннерат На сайтах Сейчас происходит трансформация Этих подходов И рынок скорее всего Если не в следующем году Через какой-то там промежуток Через ход Перейдет к продажам Перформанс Так называемых И программатик решений Что это По сути Если там упростить Все там Дефиниции Интернет Которые любят там Оперировать сейчас Современные маркетологи По большому счету Рынок движется к тому Что будут продаваться Не сайты А аудитория Причем Способы продаж Разные Начиная там От аукционных закупок Там системы РТБ Заканчивая Ну там Элементарно По Таргетингу Либо там Определению Аффективной аудитории Ну не суть То есть рынок Будет Расти Этому способствует Увеличение доли Видео в интернете Один из драйверов Роста Этому способствует Заход на казахстанский рынок Таких мейджоров Как Google YouTube Которые в этом году Презенту Кстати недавно был У Вити в офисе И наткнулся На людей Из Google То есть они Офис открывают У нас Они открывают Активные Продажи в Казахстане Презентуют Свои программы Видения И это тоже Один из Звоночков Того что Рынок Систематизируется Становится Более профессиональным И будет расти Чего не хватает Не хватает Качественного контента На мой взгляд Не хватает А качественного контента Ты что имеешь ввиду Я имею ввиду Все что связано С Информационным Спросом Сейчас у населения Мне не хватает Качественных новостей Мне не хватает Качественной Публицистики Определенной В интернете Не хватает Журналистских Расследований Не хватает Более горячих Тем У нас Очень Причесанный Рынок Журналистики В Казахстане Который Ограничен Самоцензурой Самих Журналистов Это Огромнейшая Проблема Сейчас Для большинства Современных Репортеров Когда ты В голове У себя Находясь Должности Журналиста Репортера Ставишь Табу На определенные Темы Причем Эти темы Уже Не проговариваются Даже Редакторами Они Внутри В голове Сформированы В России Это Переживается Очень активно Сейчас В том числе Там Есть Три П Там Премьер Путин Патриарх Темы Которые Нельзя Поднимать Очевидно В Казахстане Существуют Подобные Табу Также И Насколько Позволяет Вольность Духа И Красноречие Нашего Журналиста Выйти Из этих Рамок Настолько Качественным Будет И Контент При этом Журналисты Конечно Должны Быть Экспертами Хоть В чем Потому Что В Казахстане Удивляет Подход Такой Примитивного Примитивного Примитивной Адаптации Каких-то Пресс-релизов На примере Могу Сказать Нашего Проекта Медиа Саммит Мы Сейчас Запускаем Мы Рассылаем Журналистам Пресс-релиз Заголовком Ну Хоть Кто-нибудь Поменял Хотя бы Заголовок То есть Люди Большинство Редакторов Просто ставят Как информационный Материал Не позаботясь О том Может быть Какой-то Комментарий Кстати Пользуюсь Случаем 15-го Часа Какой-то Елисеев Я переведу Вот Чего Сделал Витя У нас Ежегодно Происходит Очень уважаемая Крутая Премия Перший Вот Если я не Ошибаюсь Вот Витя Сделал Я так Понимаю Какую-то Свою Версию Одному Ему Понятной Как бы Вот Того же Самого События Нет Но Оно Со знаком Плюс Потому что Я читал Список Спикеров Которых Ты туда Везешь Там Что-то Очень Будет Очень Круто Круто Давай Так Сначала К первшине Какого отношения Данный проект Не имеет Я не понимаю Честно говоря Не от тебя Первый Слышу Степень Ревности На самом деле Чем больше Проектов Медийного Характера Будет Происходить В Казахстане Тем Сильнее Будет Экспертиза И профессионализм Наших сотрудников Потому что Нужно Всегда Во-первых Учиться Во-вторых Обмениваться Опытом Знаниями В-третьих Что-то Решать Я очень Уважаю Там Людей Которые Делают И пиарши И медиакуролтай Но Наш Ивент Он Имеет Другие Задачи Во-первых Мы Целимся В два Медиа Это Диджитал И Телевидение Во-вторых Мы в Казахстане Первые Привозим Форматы Телевизионных Скринингов Когда Телеканалы Не надо Выезжать В Киев Либо В Москву Либо В Кан Чтобы Ознакомиться С последними Трендами Телевизионных Форматов В индустрии Они могут Это посмотреть Прямо Здесь В Алмате В-третьих Мы везем Сюда Специалистов Которые Готовят Мастер-классы Для сценаристов Для Программных Директоров Телеканалов В-четвертых Мы позаботились О том Чтобы Диджитал Ребята Также были Удовлетворены Для них Мы везем Огромное Количество Спикеров Из Семи Стран В том числе И Google YouTube Будут присутствовать Задача Растребушить Индустрию Для того Чтобы Выработать Какой-то Единый Подход К оценке Ринка Например К трендам Ведь Все Что обсуждается На конференциях В рамках Анализа Трендов Это Становится Инструментами Которые Перенимает Индустрия Через полгода Через год Или два Вот Поэтому Мы хотим Сейчас В Казахстане Менять Сознание Специалистов Которые Работают В медиа Индустрии Ну и Собственно Поднимать Квалификацию Витя Он никогда Сильно Не заморачивался Вот Я цитирую Мы хотим Менять Сознание Казахстанских Специалистов Точка Вот Нет Ну Немного Немного Немало Нет Ну и Аминь Я По большому счету Не вижу Проблемы То есть Если оно Скорректируется В хорошую сторону В сторону Знания Просвещения Why not Как говорится Слушай Вот эта ситуация С книгой Вот Объясни То есть Ты зачем Это Не Понимаешь Зачем Ты Я уверен Я уверен Тебе задавали Дофига вопросов Про эту книгу Твою Вот Я Как Вот Такого Не было Ты зачем Это Не Потому что Я Тоже Много Об этом Обо всем Думаю Вот Применительно К себе И поэтому Это очень На самом деле Такой важный Вопрос Ты зачем Это Во-первых Я человек Творческий Нужно Куда-то Выплескивать Ну вот Иногда Получается Выплескивать В сеть Но Хочется Почувствовать Журналистику В твердом Переплете Во-вторых Это История Не просто История История Которая Случилась Со мной С моими Друзьями Коллегами 15 лет Назад И мне Показалось Что эта История Интересна Для других Людей Часто Спрашивают Почему Издал Не в Казахстане А в Москве Потому что Рынок Больше Я хочу Чтобы эту Историю Узнало И с ней Ознакомилось Большее Количество Людей И Утверждаюсь В мнении Что поступил Верно История Не Неприглаженная Противоречивая В чем-то Провокационная Но мне Показалось Что она Имеет Право На то Чтобы быть Опубликованной Ты в самолете Написал Зачастую Писал В самолете Потому что Очень мало Времени Остается На Того Чтобы творить И как правило Это либо Какие-то Отпускные Дни Либо Время Когда Невозможно Ничем Себя Дополнительно Это как раз Перелеты Я достаточно Часто Путешествую Писал Последние Несколько лет И вот Все это В итоге Как пазл Сошлось В одной Интересной На мой взгляд Истории Рекомендую Всем с ней Знакомиться Нет Ну нормально Медиагрех Называется Вдруг кто не знает Я читал Она такая Понимаешь Ну вот Как я ее Увидел Она специфическая То есть Как бы Она Ну я не знаю Вот для широкого Круга читателей Мне вот Да Как это Измученному Нарзаном Уже тоже Вот этим же Тем же Самым Там Я не знаю 15-летним Это рекламы Мне в смысле Все понятно То есть Я прям Слышу Эти голоса Ну вот Ну С книгами Всегда Очень легко Их Они Сами Пишут Свою судьбу То есть С этим Заморачиваться Не надо Написал Отдал А дальше Там Мать природа Пускай там Сама рассуждает То есть Это С этим все Не сложно Ну Слушай Вот возвращаясь К диджитал То есть Вот давай Сформулируем Вот я Заказчик Да То есть Я хочу Заходить В рынок Интернета То есть Вот я Я понимаю Уже Я сам там Сижу Наверное В фейсбуке Там Жена моя Сидит Ну Если раньше Нужно было Объяснять Что это такое Фейсбук Если раньше Нужно было Объяснять Что такое Клики Уже Не нужно Объяснять Клики Если раньше Нужно было Объяснять Вообще Суть И законы Там Гугла По большому счету Уже Все поняли Уже Не надо никому Доказывать Давай вот так То есть Ну слушай Ну это такой Риторический вопрос Нормальный Ну а всем Обычным Бизнесменам Кто заходит Сейчас в интернет Именно На него Интересно В первую очередь Я бы Порекомендовал Сузить вопрос До определенных целей Для чего На кого рассчитана Компания Что по результату Хочешь вытащить И Когда мы Сужаем Плоскость вопроса Соответственно Получается и решение Из того Что Не применялось Не применялось Ранее Но при этом Сейчас активно Муссируется В качестве Нового предложения Это очень интересные Интегрированные кейсы Основанные на Синхронизации Телевидения И интернета Сейчас можно Через интернет Аудиторию Добирать Охваты В телеке И наоборот Это вот Интересный Такой инструмент Он сложный Он для понимания Сложный На самом деле Мы когда начинаем Рассказывать Подобные инструменты Нашим рекламодателям У многих Читается в глазах Непонимание Поэтому Последнюю презентацию Мы делаем в картинках Такие комиксы Знаешь Там инфографика Все очень примитивно Для того Чтобы было понятно Слушай Ну вот подожди А вот уже Не первый год Говорят Что У нас там Ну я думаю Там пару миллионов Телевизор Вообще не смотрят Ну вот В стране То есть Галов исправно Публикует о том Что они его смотрят То есть Тогда получается И С другой стороны Вроде иногда И смотрят То есть Тут вот Ну слушай Ну давай не будем Рассуждать категориями Там 15-летней давности Есть четкие исследования Да сейчас Которые говорят Что техническое Проникновение Телевидения в Казахстане Сочет на высоком уровне Там около 97% Теоретически Это становится Этот тезис Да Он теоретически Дает возможность Допускает Что телесмотрение Ну практически Везде возможно На территории Казахстана Вопрос Сколько казахстанцев Смотрят эфирные каналы Казахстанские Происхождения Вот он Вот здесь Надо порыться Вот мы недавно порылись И пришли к выводу Что более половины Казахстанцев Не смотрят Казахстанские эфирные каналы Вот в этом Трабл реально Потому что Большинство казахстанцев Настроили себе Спутник Кабель И потребляют Российское телевидение Да И как следствие Пропитываются Идеологии Другого государства Да Что кстати Достаточно Тревожно На мой взгляд С точки зрения Информационной безопасности Ну об этом Уже давно Вслух говорит Вот тот же Арманжан Байтасов Он очень часто Мы живем В информационном поле Другого государства Это правда И вот с этим Нужно что-то делать Вот насколько я понимаю Сейчас телевизионщики Эфирных каналов Они возбудились На эту тему И проговаривают С властями Возможность Ну как минимум Там И начали покупать Не турецкие сериалы А индийские Закрытие доходов Кабельных нишевых Телеканалов Российского происхождения Это первый шаг Я считаю Что это очень Правильная Логичная инициатива Деньги Казахстанских Налогоплательщиков Должны распределяться Между средствами Массовой информации Казахстанского происхождения А не российского Тем более Что для российских Телеканалов Казахстанская аудитория Понятно Что она вторична По приоритетам Вот Здорово То есть вот тут Первая инициатива Что дальше Дальше я думаю Что будут появляться Нишевые какие-то продукты В том числе и на телевидении Потому что например В Украине Если взять опыт Наших соседей Мы видим более 100 Нишевых тематических Телеканалов Сейчас уже Доступно для Просмотра 100 каналов 100 каналов Локальных Местных Украинских Сделано в Украине Сделано в Украине Фо Украина Или там Фо кого хочешь И это здорово Потому что 100 каналов Более 100 каналов Офигеть При этом Они дифференцировали Все жанры практически Начиная от Мужской и детской аудитории Заканчивая Каналами Сугубо тематическими Подход к телевидению В Украине В Казахстане Разный Рынок Украинский рынок телевидения Приносит в доходе На сегодняшний момент После всех Переиндексаций Что-то около 110-120 миллионов долларов При том что Затраты В десятки больше В год В год То есть Отратить телевидение Украины До 800 Или ярда Вопрос Откуда берется Разница И Здесь Возникает Резонный Анализ Когда Мы видим Когда Олигархические Группы Украины Распилили между собой Куски И По большому счету Мерятся Разными частями Тела Друг перед другом За счет этого Избаловали Аудиторию Телесмотрения Телесмотрения Украины Датируемое Получается Фактически Постоянно В Казахстане В большей степени Телевидение Рассматривается Как бизнес Но Оно У нас На мой Взгляд Уж Чересчур Причесанное И Мало Мало Интересное С точки зрения Сравнения Про продуктов Российского Украинского Или Казахстанского Производства При том Что я понимаю Что вопрос В деньгах Если Украинские Каналы Могут Позволить Поставить В прайм Тайм Сериал Стоимостью 150-200 тысяч За серию То казахстанские Каналы Тратят На создание Сериального Контента Всего В десятки Раз Меньше Понятно Что Сейчас Недавно Обсуждали Эту тему В Украине Минимальный Бенчмарк По стоимости Производства За один час На ТВ Составляет 20 тысяч Долларов В Казахстане Я думаю До десятки Не дотягивает И при этом Казахстанским Телеканалам Выгоднее Покупать Не местный Контент А контент Иностранный Потому что Он дешевле И он принесет Большей долей Рейтинга То есть Еще Такое Противоречие Ну это Это вопрос Нормализации Я думаю Что Взросление Касательно Доли рейтинга Я вот тут Не то чтобы Не соглашусь Я приведу Примеры Удачных Вот пожалуйста Были же Вот у нас Нуртаса Адамбаев Сделал Килинка Сабина Он реально В прокате Собрал денег Допустим Баян и Сентаева Делает Любовь Тракториста В смысле Смотребельный Был сериал Местный контент Реально сделан Давай дальше Перечисляй Нет Я закончил Все У тебя на одной руке Хватит пальцев Так точно Так точно Но Местный контент Он более чем Востребован Другой вопрос Что его Как бы качественно Хорошие не делают Канал вещает Сколько часов в день Вот представь Вот ты сейчас назвал Там три Действительно Это классные кейсы Казахстанского Производства Востребованы Но их пересчитать По пальцам Можно А каналы Обещают Ежедневно В течении Бесконечного Фактически Чего количества времени Поэтому Естественно Здесь Вот и конфликт Что им ставить В эфир дальше Поэтому Они покупают То российского Производства Сериала Китайские Индийские Турецкие И так далее И в этом проблема Слушайте Но в конце Прошлого года Индийские сериалы В топе Прайм тайм В Казахстане Ну о чем Это говорит Ну о чем Примитивном Потреблении Контента Казахстанской Аудитории Ну нигде Так не стреляют Как у нас И это печально На самом деле У нас на телевидении Отсутствует Жанр публицистики Отсутствует Жанр Журналистских Расследований Например Которые мне Как медиапотребителю Хочется видеть В своей стране Их нет Просто И какой у меня Вариант Брать пульт И смотреть Подобного Жанра программы На российском ТВ Или на украинском Или еще Вот поэтому Собственно Площадка Медиасаммита И Хочет Поднять все эти Вопросы Вокруг Индустрии И попытаться Как-то Найти компромисс В их решении В том числе В диалоге И с властями Мы пригласили Очень много Какие книги Сделали Елисеева Слушай Я Часто Заду этот вопрос Всегда Пытаюсь От него Уйти Очень Аккуратно Потому что Очень сложно Мне назвать Какие-то Определенные Книги Которые Меня сделали По Фрейду Называй Для меня Для меня Главная книга Которая Является Моим фильтром Ограничительным Во всех Моих деяниях Это Библия И это Наверное Единственное Самое важное Чтиво Которое Я в своей Жизни нашел Ты верующий Человек Да И читал Книги Разных Религий Да Ну Вот Остановился На Библии Что касается Восприятия Каких-то Конкретных Авторов Или Жанров Могу сказать Что я Больше Приверженец Современной Литературе Нежели Классики Ну что такое Современная Литература Это так Сейчас Интересно Слушай Ну Есть Там Авторы Которые Живут В наше Время То есть Они Пишут В наше Время И Мне Кажется Что Это Пелевин Ну Сейчас Их Много То есть Есть Популярные Есть Менее Популярные Суть В другом Что Очень важно Для меня Лично Ознакомливаться С мыслями Людей Которые Отождествляют Своё Время Мне Конечно Восхитительно Читать Стихи Либо Поэзию Классиков Но Зачастую Действительность Того Времени Уже Совершенно Контрастирует С тем Что происходит Сейчас Я хочу Понять Мысли Людей Я считаю Что задача Любого Писателя Это Как раз Изложить На бумаге Или В блоге Именно Отношение К реальности В том Времени В котором Переживает Автор Вот Что важно Слушай Вот эта мысль Она В некотором Смысле Парадоксальная До меня Недавно Совсем До первого Классиков Если мы берём Российских Достоевский Куприн Чехов Тот же Тургенев Они писали Онлайн То есть Яма Куприна Это Представляешь Какая-то Была бомба В России 19 века Когда он Написал Публичный дом Ну вот даже Сейчас Понимаешь У нас же Есть там Публичные дома Наверное Вот представляешь Сейчас написать О нашем Казахстанском Публичном доме Ты представляешь Как эту книгу Будут читать И какой будет Взрыв на рынке Вот посреди Вот этой глади Сейчас мы опишем Жизнь этих Проститутов Я с тобой Не совсем соглашусь В этом плане Не, ну они же писали Я понял Тогда люди читали книги И черпали из книг Вдохновение И собственно Делились опытом Через книги Сейчас люди Сейчас люди имеют Очень много Различных источников Информации В Казахстане Ну чтобы ты понимал 56% населения Вообще не читает книги У нас страна Не читающая Хотя я родился В самой читающей Стране в мире И ты тоже А что сейчас происходит Основные Там Активные Читатели В Казахстане Это там Меньше 17% Населения По данным Книжной палаты То есть это люди Которые ежемесячно Приходят в магазин И покупают Какую-то книжку Слушай Не, ну подожди Но это они Делают замеры По магазинам То есть А ну сейчас же Многие ушли В электронные версии Вот ты много знаешь Казахстанских Например писателей Или там Людей Которые издали Свои книжки Ну скажем Например В художественной эстезе Ну я знаю Вот в советское время Вот Кочевники Крофипот За последние 15 лет Но их не так много Как и фильмов Казахстанского Производства Качественных Так и книг Их на самом деле Очень мало Их там можно тоже Перечитать Наверное по пальцам Есть большая Фундаментальная проблема Она тянется Из образования Я кстати извиняюсь Но мне кажется Это общий тренд То есть В России Я давно Вот вывел Уже вот Вот эту ситуацию Да Если у нас Допустим Там два режиссера Там их всего 10 Но Лишь с той прогрессией Да Что там народу Просто Тумал Там читают больше Там читают больше И Например По медиагреху Если там анализировать В одной Москве Книг продалось больше Чем во всем Казахстане И Даже если просто Там народу живет Столько же Сколько во всем Казахстане Понятно Но здесь-то была И компания Здесь мои друзья живут И очень большое количество Людей было вовлечено Там В продвижение Данной литературы До этого Кстати Никто На казахстанском рынке Не продвигал Книги Как продукт В маркетинге Ну нет Я как профессиональный В некотором смысле Вот Продвиженец Да Там я не знаю Как себя правильно Обозвать Но я заметил Ты очень серьезную компанию Здесь провел Именно вот На нашем рынке То есть О ней не знают Что только ленивый Ну вот Благодаря просто Я имею ввиду Я имею ввиду Но опять же Но это скорее всего Не национальный охват То есть Ты ее прогнал Вот Среди Вот этих Вот пару миллионов Которые телевизор не смотрят Слушай В Алма-Ате Книг читают Грубо говоря Алма-Ата Это половина Книжного рынка Казахстана Бесполезно проводить Компанию В Атарау В Актау Как мы поняли В Караганде Потому что Основные объемы Распространяются В Алма-Ате И частично В Астане Все Ну Астана Че уже Тоже миллионник Ну да Но там не так читают Книги тоже продаются В Астане Но тем не менее Почему Подожди Почему Мы сейчас Не берем Казахстанцев А что случилось Че они Длинные книги Люди перестали читать Произошел Много букв Произошел Шифт Потребления информации В сознании людей Появилось Такое понятие Как клиповое мышление И клиповое мышление По сути Породило клиповую культуру Вот есть Две парадигмы Медиапотребления Это клиповое И понятийное Понятийным Способом Потребляют информацию Но в основном Люди Более Взрослые Наши с тобой Родители И далее То есть Это люди Которые пытаются Разобраться В сути вопроса Это вот книги Да Для них Книга Это отличный Источник для информации Где можно Проанализировать Молодежь же Привыкла Потреблять Очень быстро И поверхностно Информацию Без Необходимости Вникать В суть Вопросов Происходящих Поэтому 140 символов В твиттере Поэтому 15 секунд Инстаграм И так далее Для них Очень важно 5 секунд Даже в инстаграме Для них Очень важно Сделать свой Определенный Вывод Ознакомившись С заголовком Для того Чтобы принять решение Дальше нырять Или не нырять Когда он серфит Вот в этом В чем вопрос Когда есть Две Совершенно Различные Аудитории Которые Потребляют Информацию По-разному Очень сложно Попасть В обе Эти группы Приходится Выбирать Подожди Но вот Эта аудитория Которая Относится Наши родители Где-то мы Да То есть Она же Заканчивается То есть Она стареет Она уходит Получается Смотри Как интересно Сейчас Вот уже Даже 30-летние Они уже Выросли с гаджетами Ну по сути своей То есть Ну Они вошли В какой-то там Более-менее Разумный возраст Там Ну грубо говоря 15 лет назад Уже Ну 10 лет назад Уже начал появляться Заходить На рынок Интернет Уже Ну то есть У них уже Они Ну они вот-вот Уже Они Вот даже 30-летние Они уже Прям на ты Вот с этими А еще В Казахстане Уже подросло Первое цифровое поколение Которое делось Во времена интернета Они вообще Не представляют Жизнь без интернета Для них Это невозможно Там представить Да вот и что Вот в Великобритании Например Недавно Был такой прецедент Было выпущено Приложение Которое Назовалось Винни-пух То есть Книгу Сократили в разы То есть Весь Винни-пух Там изложен В пяти или семи страницах И дети У которых Там Отбирали Там айпады И давали книжку Они делали Примерно вот так Дети уже не понимают Почему книжки Там невозможно Поменять изображение В чатной версии Да Ну это Особенности Очень важно И мне кажется В нашей ответственности В твоей В моей Наших друзей Коллег Сохранить привычку Читать Для детей Потому что Дети Только ориентируются Своих родителей Могут эту привычку Сохранить Либо там Ее продлить Ну я не знаю Мои дочери Меня видят Очень много времени Проводящим За Ну правда Вот последнее время Это все-таки Уже электронная книга Я Я сейчас Знаешь Быстро Расскажу Давно хотел Я сейчас Новый такой Тренд Появился Вот В современной Литературе Ну Русскоязычной Это Про попаданцев То есть Вот Хороший Пример Это Вот мы Из будущего Помнишь Вот фильм Когда попали Ребята В советскую В войну Великую Отечественную И в этом жанре Сейчас очень много Книг появилось Прям вообще Немеренно И начиная Там И там Царская Россия И фэнтези Попадают К эльфам И к волшебникам Попадают В общем Такая Наша стратегия Вот Любишь же в компьютеры Игры Играть И вот Человек Попадает В этот мир И начинает Как-то Обживаться То есть Сейчас Огромный Просто Я не знаю Немеренно Я вот Последние полгода Я залип на этих Попаданцах То есть Но Это я понимаю Это какой-то уход От реальности Но по сути Нормальная книга Это и есть Но ты просто хочешь В голове своей Соединить Вот эти два мира Ведь мы Действительно Ностальгируем По каким-то временам Которые случились С нами В нашей молодости Человек Всегда Помнит Свой первый опыт Потому что Всегда Первый опыт Тащит за собой Первые эмоции Вот Очень часто Говорят Такую фразу После 30 лет Жизнь летит Ничего не вспоминают Почему Да потому что Все что ты делаешь Впервые В своей жизни Ты как правило Делаешь До 30 лет И ты помнишь Это Я уверен Что большинство Людей Помнят Свой первый Поцелуй Свиданку Первую Я не знаю Первое Какое-то Разочарование А дальше Как автомат Каждый день Приносит Абсолютно Одни и те же эмоции И человек их не замечает Время летит Поэтому Для нас Очень важно Покопаться В ностальгических Каких-то своих Размышлениях И в литературе В том числе И соединить Флешмоб Вот эти 90 И вот сейчас В фейсбуке Происходит Это с той же Оперой Скажи мне Вот Чем Вот Идеология Вот мы Застали Четко Понятно Я в школе Учился На пятерке Старался Я реально Верил В пионеров Героев У меня Настольная книга Была Улица Младшего сына О Володе Дубинине Вот Я Керчи Я Аджимукайские Каменоломни Да То есть Я Будучи в Крыму Я кстати Посетил это Все дело Вот Я мечтал Поймать шпиона И уехать в Артек Это вот У меня Я не знаю В шестом классе Да У меня был четкий Там В пятом Понятный месседж Да У нас была четкая Идеология У нас были воины Афганцы У нас была Великая Отечественная Война У нас Была история Нашей огромной Родины Да То есть Мы жили в самой Большой И счастливой Стране Вот Сейчас Сейчас Я что Что вижу Что вот эти Идеологические Конструкции Они Ну куда-то Вот тогда Как вот В 91 году В Белорусской Пуще Как бы Закончились Да И сейчас Они Только-только Начали зарождаться Что в общем-то Нормально Страна молодая Понятно Все Да Но Ты вот Как можешь Прокомментировать Идеологию Вообще Как таковую То есть Нужна она Сегодня Нам Я не знаю Мне не хватает Идеология Это один из Важнейших Инструментов Управления Манипуляцией Общественным сознанием И она Всегда была Нужна И будет Нужна государству Очень часто Сравнивают Идеологию С необходимостью Формирования Национальной Идеи Слушай Государству Ладно Мне она Нужна Ты же В том числе Представитель Государства Ну то есть Ты же Часть общества Вот И на мой взгляд Произошли Небольшие Такие Деформации В восприятии Людей Тех или иных Ценностей Да Если эти ценности Раньше были Четко Там прописаны И Наизусть Зазубрены Практически Всеми пионерами Октябрятами В советские времена То сейчас Вольное шатание В голове У молодых Людей Мне кажется Что Основной ценностью Текущие дни Является Стремление К Гедонизму Определенному То есть Люди Ставят Во главу Угла Меркантильные Какие-то Ценности Они четко Понимают Что успех Ассоциируется С доходом Со статусом Чего ранее Не было Кстати И для большинства Молодых Людей Не нужно Объяснять Какая идеология Его жизни То есть Он вам сам скажет Что Я стремлюсь К этому Или показывает На примере Кто достиг успех Хорошо это Или плохо С точки зрения Морали Нравственных Ценностей И Определение Градуса Деградации Мне кажется Что-то плохо Потому что Люди С одной стороны Они не думают В каких-то вечных Темах Они выключены Из мира Искусства Для них Нет Я делал интервью С Ирваном Карином Он в какой-то Аудитории Выступал Молодой Спрашивает Ребята Кем вы хотите быть Они говорят Депутатами Межелиса И Акимами То есть Ты понимаешь И для него Тоже Он же Тоже Из той же Из этого же ЮССА Для него тоже Был этот шок То есть Что А зачем Хотеть Быть Депутатом Очень странно Я недавно Смотрел статистику Какую-то В которой Молодых людей Опрашивают С подобным вопросом И там Лидерами Были Компания Казмонайгаз И финансовая полиция Ну это Вот из той же Оперы То есть Люди понимают Где они получат Максимальный доход И собственно Доход становится Ценностью И основополагающей Вот этой Морковкой Современной Идеологии Для молодых людей А взамен Ничего не предлагается Я Лет 15 назад Там Работал В фонде Молодежной политики При Акимате Города Алматы И мы как раз Вот этими вопросами Раньше озадачивались Не соврать По-моему Возглавлял Один из руководителей Скажем так И на тот момент Вопрос идеологии Стал очень Животрепещущий Перед нами Мы тогда Очень много работы Проводили на эту тему Сейчас Вот то что происходит В государстве В политических процессах В идеологических настройках Я не вижу прогрессии Намеренно ли это происходит Либо не намеренно Я вижу здравые инициативы Связанные с обменом Образовательных программ Вижу как наши студенты Учатся за рубежом Это является одним из трендов Которые Потом возвращаются И заходят на госсуру Все хорошо Но что внутри Предлагается современной молодежи Крайне непонятно И в этой связи Конечно Есть там большое поле Для работы Для молодежных лидеров Которых кстати Я тоже не вижу Но ты кто? Я не вижу Я в том-то и дело То есть 15 лет назад Я еще более-менее видел Молодежных лидеров То есть Сверкали какие-то люди Они были понятны Там были понятны Их амбиции То сейчас Возможно я выпал Из этого информационного поля Просто я просто не понимаю Кто из молодежных лидеров Современности Вообще Как-то себя позиционирует Либо что-то делает И это печально Потому что Нет пассионарности В вопросах изменения К лучшему Идеологических вопросов И вопросов Молодежной политики В целом Над этим нужно работать Слушай Ну тут же еще Вот я не знаю Очень часто я слышу Допустим Что вот Европа То есть она По сути Который был оплот христианства То есть Ну это правда То есть Она фактически Сейчас Ну Закончился там Этот флер То есть Оно проиграло Да там Христианство В Европе Я очень часто слышу От многих Всевозможных Достаточно уважаемых Дядей Что христианство В Европе Проиграло Но Это может быть Тоже И из вот Этой же оперы На самом деле В Европе Сейчас формируется Укрепляется Новая религия Которая Называется Толерантность Перепишем В Европе Сейчас Укрепляется Формируется Новая религия Которая называется Толерантность И либерализм Я считаю Что Это Знание Основанное На атеистических Таких Конкретных Подходах Оно Со временем Сожрет Крупные Мировые Религии Вне Зависимости От конфессий То есть Это такая Настройка Которую Пропагандирует Власть Гражданское Общество Европейское Которое Стало Чрезмерно На мой взгляд Свободным Где-то Пора Уже Его Ограничивать Но Это На мой взгляд При этом Европейцы С этим Не видят Никого проблем Но Как это касается Молодежной политики Нашей страны Не вижу связи Если честно То есть Деятельность Большинства Международных Фондов Образовательных Либо Молодежных В Казахстане На мой взгляд Пока Не развита Как же ты связи Не видишь А я вот вижу Что Также Мы Очень Со многих Я не знаю Медийных Носителей В том числе Молодежи Говорится Что Ребята Ну в принципе Все можно Вот И Может быть У нас Это не так громко Допустим Как В Европе Там Это уже Фетиш То есть Возвели Но Пожалуйста Вот Продвинутая Молодежь Из кофеин То есть Ну я Условно Говорю То есть Ну ты Тогда Ты Тогда Быдло Если ты Не исповедуешь Вот этих Ну Либеральных Ценностей Понимаешь Тогда колхозник Ты тогда Там Какой-то Понаехавший Вопрос не в том Как же ты Исквайер не любишь Слав Смотри Вопрос не в том Что ты должен Ограничивать Молодежь В потреблении Чужих ценностей Нет Вопрос в том Что ты даешь Вместо этого Формировать Какую-то цензуру В восприятии Либо Отождествление Себя С продвинутыми Европейскими ценностями Продвинутыми Причем В прямом И в переносном смысле Я согласен Невозможно Слишком открытый мир Слишком много Источников информации Но вопрос Окей А что мы Взамен отдаем Вот сейчас же Современность Она обнажила Эти проблемы Связанные Там И с политическими Конфликтами Там Российско-Украинскими Окей Там Куда они идут Понятно Хорошо или это Плохо Вывод Сделает история А мы Куда идем А мы Куда идем Что мы Для этого Делаем В Казахстане Молодежь Мне кажется Не видит Определенной Перспективы Развития Только потому Что ей Никто не сказал Что будет дальше Вопрос сложный На самом деле Ведь недавно Был вопрос Когда молодых Людей опросили Готовы ли они Тут жить Или планируют Уехать Там огромный Процент был Желающих Покинуть Казахстан Молодых Казахстанских Студентов Почему они Хотят уехать Они знаешь Еще этот Все таки путают Туризм Пока с эмиграцией Нет эмиграция Вопрос конкретно Стоял Не просто Выехать Покайфовать И покупаться А ПМЖ И они сказали Да мы хотим уехать Нет Ну сказали Да хотим уехать И не надо Сильно удерживать Пускай поедут Пару лет потусуются Без родины Вот Если я вот прожил Вот я учился В Киеве Ты знаешь То есть я год Прожил У меня родители 5 лет прожили в Крыму То есть Еще в советское время Они уезжали Но вот этот Раздел Застал Собственно Вот уже Уже фактически В разных государствах Так я могу сказать Я вот жил 4 года Там в чужой стране В Украине Киев это там Ты знаешь Сумасшедший город Там Ну там все круто Там все классно Ну блин Но это все равно Не так Как я вот здесь живу То есть Ну и вот эта молодежь Они просто не понимают Ну по моим ощущениям Это надо поехать И попробовать Понимаешь Хорошая же была практика Вот в советском союзе Да там Я не знаю Уехать там А какой тебе дискомфорт Так вот его пребывание В Киеве Случилось Что тебе там Ну это не мой город То есть он Он очень там Намоленный Да там Он очень духовный Я Нет Это круто То есть это очень круто Но я родился здесь Понимаешь Тут вот я хожу У меня вот эти карагачи Мои там эти араки То есть вот этот Ну я не знаю Я верю в понятие родина То есть Ну я его чувствую То есть это Это не просто слова Там что-то есть Я не знаю Как это объяснить Понимаешь То есть и в Киеве Да Несмотря на то Что я Вот у меня там Проснулись допустим Мои украинские корни У меня папа там И по папиной линии Все украинцы Прямо настоящие такие Украинские Украинские То есть я когда слышу Украинский язык У меня там тоже Там все что-то шевелится Но я к чему это говорю Что там тоже Не так все классно Вот они говорят Я уеду из этой страны Окей, окей Куда уедешь Ну наши ребята Насколько я понимаю Не в Украину Даже не в Россию Собираются уезжать А в дальние зарубежья Смотри Важно не просто Быть патриотом Хотя это очень важно И может быть Как-то архаично звучит Слово патриотизм Сейчас по-моему Не самое модное В нашей среде Витя Вот маленькая ремарка Я бы не назвал Вот то что я чувствую По отношению Вот к этому городу Я бы не назвал Это патриотизм Вообще непонятно Что это такое Вот Пока другой дефиниции нет Давай возьмем слово Патриотизм Важно не просто Быть патриотом Важно быть патриотом И что-то делать Для того Чтобы Своя гражданская позиция Своё желание Изменить Что-то к лучшему Жизнь к лучшему Устои к лучшему Происпировались дела Я сегодня в эфир Вытащил Какого еще Какого рожна Надо еще В этой стране В смысле Ты отметился Перед отчизной Я сто семь раз Перед ней отметился Вот в этом и кайф Что вот есть Вот эти пассионари Которые что-то делают И по большому счету Не важно даже Что они делают Главное что они делают Это с верой в будущее Своей страны Тратя энергию На свою республику Они вводят там бабло И вкладывают его В каких-то других странах В бизнес проекты Вот я последних не понимаю Потому что Люди должны Переживать Не только Собственные интересы Бизнеса Ну и как-то Быть более пассионарной Ко всей индустрии К изменениям Что кстати Вот в Украине Сейчас очень Активно Наблюдается Очень Очень Во-первых Они стали Очень патриотичны Они объединились Во-вторых Они не ленивые Вот у нас Огромный слой Населения Ленив И все это время Пока мы Сидели на трубе Мы понимали Что экономика Будет инкрементально Расти Только благодаря Расценкам на нефти И дружно Отчитывались О классном ВВП Или инфляции Умеренной При этом Никто не задумывался Хорошо А если нет То тогда что То есть Какой план Б Мистер Фокс Какой план Б То есть Что мы будем делать В случае Если минералы Все ушли вниз В случае Если Мы сейчас Понимаем Что корректировки Изменились Население Автоматически Стало беднее А что дальше Какой план Б Для нашей страны Вот в таких условиях Вот мне кажется Это как раз то время Когда в условиях Неопределенности Проявляются Наиболее Патриотичные И эффективные Менеджеры Как на госслужбе Так и в бизнесе Потому что вот эти люди Сейчас должны ответить На этот вопрос Что дальше Куда пойдет страна Какие будут Сектора Там задействованы Есть ли у нас На это ресурсы Или нам нужно Развивать что-то Для меня Здесь В плоскости Этого вопроса Конечно пока Больше вопросительных Знаков Чем многоточие Ну не ты один Что могу сказать Я могу тебя утешить Не ты один Но ты знаешь Я вот хочу Закончить нашу беседу Все-таки На какой-то Не то что Знаешь Там дурацкое слово Там оптимистичной ноте У нас Изначально Вот эти сданные Карты Я себе вижу Они очень неплохие Потому что Там подумаешь Стали дешевле Там эти минералы Но слушай Они у нас все-таки есть То есть Это раз Второе Что За вот эти 15-20 лет Независимости Очень много Произошло С народом Народ Выучился Очень многим вещам Псаты Там спецов Сейчас Мы имеем Свои Вполне Приличные Кадры Там Ну фактически По каждой Позиции Да Ну там Может быть Там нету Там сильно Много Вот в технических Вот в инженерных Вот этих Специальностях Да Там Производственников Да Но По большому счету Мне кажется Они вот Подросли уже Свои нормальные Как бы кадры Да То есть Потому что Ну сколько у нас Экспатов Там этих Работает Ну не так и много Да То есть Научились Управлять Большими Какими-то Деньгами Научились Удачно Коммуницировать С остальным Миром Да Научились Мировым Финансом Да Ты вот В 98 году Ты был Очень продвинутым Парнем Понимаешь Но Ты не Я знаю Ты вот Недавно Там Завершил Там Сделку В Лондоне Видите Ну в 98 году Понимаешь Ты всего лишь Там Самым Командовал Самой нарядной Лавкой Для тренажеров Да То есть И тогда Это было Вообще Абсолютно Космическое То есть Сейчас Ты делаешь Сделки В Лондоне И Слушай Ну мы умеем Уже делать Сделки В Лондоне Ты же Удачно Ее Совершил Ну во-первых Не я один А целая Команда И честно говоря Для меня Это был Тоже Первый опыт Прохождения Всех Ну слушай Наши же Люди Наше Естественно В период Я думаю Так Если Резюмировать В период Неопределенности Во время Трансформации Когда непонятно Что делать дальше Нужно учиться Вот мое искреннее мнение Для этого Собственно Мы проводим Медиасаммит 15 октября Я рекомендую Всем Кто Испытывает Определенный Интерес По дальнейшему Развитию Максимально Нырять В знания Обучаться Простить Учиться Знания Можно сформулировать Что конкретно Я вот простой Просто Я вот тоже Хочу учиться Мне что делать Ладно Я стопудово Пойду на твою конференцию Если пустят Нет Потому что Я гляжу Шивка Она модная Меня наверное Пустят Ладно Что ты мне подсказываешь По блату Как-то просочусь Нет А вот Учиться 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 Что учиться Где учиться Первое Определить Вектор Своего развития В какой Специализации Люди Которые Могут Все И знают Все В прошлом И это Как правило Популисты То есть Нужно понять В какой Категории Хочешь развиваться Второе Получить Фундаментальные Знания По принципам Ну скажем Управления В этой категории С амбицией Управлять чем-то В лучшем случае Это может быть MBA Или онлайн Или Оффлайн Третье Посещать Все возможные Тренинги На эту тему Четвертое Огроменнейший Потенциал Для образования Это текущий YouTube Слайдшер И прочие ресурсы Вебинары Которые бесплатные Кстати Для большинства людей У меня люди Приходят на работе Иногда жалуются Что там Мало тренингов Еще что Я говорю Слушайте Ну вот YouTube Есть Любого тренера Сейчас можно Просто посмотреть На удаленки Он ничем По большому счету Не отличается От того Который Будет стоять Перед вами Может быть Больше Харизма Будет чувствовать Ну знания Те же Те же Самые вещи Он пишет На доске Те же Самые слова Он говорит В аудитории И так далее Вот И максимально Пытаться Уже эти знания Использовать В собственной Работе В собственной Жизни Вот элементарные Но мне кажется Очень объективные Шаги Для того Чтобы стать Сильнее Умнее И расти дальше Становитесь Сильнее Умнее И растите Растите дальше Ведь спасибо Что могу сказать Вот так вот На одном Дыхании Все здорово Час Все Все как положено То есть Я по большому счету Услышал Что я хотел услышать Спасибо Читайте книги еще Вот так